Всем привет! Это видео посвящается тем, кто хочет самостоятельно разобрать свой дрон. Если у вас руки растут из жопы, то нет смысла вообще смотреть это видео. Если вы знаете, что руки у вас растут не из жопы, и вы можете уметь держать отвертку и всякие разные инструменты, то вы можете свободно это сделать, так как сделал это я. Это оказалось не совсем сложно, просто надо учесть некоторые нюансы. Некоторые нюансы это. Первый нюанс. Обязательно подготовьте стол, для того, чтобы можно было разместить все запчасти, все детали вокруг. Приготовьте какую-то, может быть, видеокамеру или фотоаппарат, для того, чтобы можно было зафиксировать всю вашу разборку. И при этом вам не нужно запоминать, какая деталь была, и последовательно, как вы его разобрали, и так же его надо и собрать. Но тут настолько все просто и легко, что я как бы и фотографировал, и снимал видео, для того, чтобы потом, если что-то пойдет не так, я смог бы посмотреть, как оно было разобрано. Очень легко все получилось сверху. Данную часть, сверху камеру я не успел снять, как ее выкрутил, но там всего лишь каких-то 6 или 8 болтов я открутил, и я ее снял. Шлейф отключил, там легко отсоединяется шлейф. Потом взял карточку пластиковую, отстегнул 4 застежки. Вот вы видите, они такие вот более выделяются, такие прямоугольнички торчат. С четырех сторон идут 4 застежки, и аккуратненько приподнял крышечку. Но прежде чем ее полностью снимать, там надо отсоединить. Вот вы видите, я сейчас снимаю эти соединения проводов, с одной стороны и с другой стороны. Это соединения идут от антенн, вроде как бы. Они находятся в шасси, в ногах. И шасси мне нужно поменять. А в чем вообще была проблема? У меня упал дрон. Поломались шасси, и так как я типа имел гарантию, отправил его по гарантии в сервисный центр. В сервисном центре мне рассказали, что типа это не моя ошибка, но я в этом видео об этом рассказывать не буду. И мне пришлось заплатить за замену шасси. Все вместе я заплатил за ноги и за ремонт около 120 или 150 долларов. Конечно, это мне совсем не понравилось. И произошел еще один случай. Когда я снимал видео, и у меня также опять получилось, он разбился. Ну, он упал с маленькой высоты, там метра три. И опять поломались ноги. Но у меня в первый раз ноги поломались, просто треснули и все. А провода остались целые. А во второй раз у меня лопнули и провода порвались, и лопнули сами ноги. И эти ноги с сервисного центра мне вернули. И получилось так, что у меня были уже запасные ноги, шасси, но чуть-чуть лопнувшие там по пластику. И я как бы думаю, ну, зачем мне еще платить выкидывать 150 долларов, если я могу его самостоятельно разобрать и перекрутить их. И поставить те поломанные, но там целые провода. Паять провода я не собирался, потому что у меня ноги уже были с проводами нормальными. И я их взял и прикрутил. В этом видео я не показываю детально, как, что я раскручиваю. Но могу вам рассказать и показать. Вот это старые ноги, которые лопнули конкретно и именно порвались провода. А у тех ног не такие повреждения большие. И меня предупредили, что когда я позвонил в сервисный центр, что чтобы поменять шасси, надо разобрать практически полностью весь дрон. Ну, типа меня это напугало. И, конечно же, я отправил на разборку туда, в сервисный центр. Но на второй раз, как бы, вот видите, я уже разбираю его сам. Ничего сложного там нет. Просто запоминать и складывать отдельно болтики, которые вы раскручиваете от конкретных деталей. Допустим, от концевиков вы туда складываете. В одну коробочку, то в другую коробочку, то туда, то туда. Распределили, положили на столе. Смотрите внимательно, ничего, чтобы вам никто не мешал. И постепенно, не спеша, занимайтесь разбором. Потом аккуратно скрутите все. Отщелкивать, защелкивать фишки тоже не так сложно. Берете маленькую отверточку, какой-то пинцетик, какие-то щипцы. Так как я вон применял медицинские щипцы, они мне тоже очень помогли. Аккуратненько, не спеша, все сделал, все получилось. Там подклеил, подмазал, подкрутил. Там еще некоторые нюансы есть, в которые... Вы когда будете собирать дро, внимательно смотрите, там провода идут на своем месте. У них есть как бы... Отдельное место для прокладки проводов. Там такие зацепы есть. И вы потом их обратно не забудьте туда вставить, чтобы эти провода не торчали. Ноги прикручиваются с наружной стороны. Вот тут вот крышечки, которые выпали при ударе. И видите, вот как она ее сломала, порвала. Антенна, кстати, продается с ногами вместе. То есть ее нельзя купить. Она как бы или запаяна, или что. Ну, внутренняя антенна на шасси. И она как бы... Я думал сначала просто ноги купить, а антенны эти вставить. Мне сказали, что так не продается. А, и когда у меня еще он упал, у меня крепление для пропеллера поломалось. И я еще купил запасные четыре крепления. Я их вам покажу, когда уже буду полностью собирать. Итак, я ноги тиснял. При разобранном дроне крышечки пластиковые настолько хрупкие, настолько такие жидкие, что я даже удивился, потому что, когда он собран, он имеет хорошую жесткость. Итак, сейчас я начинаю думать, какой же стороны это было. Длинные провода идут. Смотрите, там получается все собирается в одну кучу. И когда... Ну, вот эти вот четыре провода, которые идут от ног, они крепятся на одну площадочку, там, последовательно. Я специально сфотографировал. Я вам показывал фотографии. Я сфотографировал эти четыре провода. И получается, с одной стороны это крепление находится на одной из ног, а с другой стороны, у другой ноги провода длиннее, для того, чтобы продеть их по корпусу, и чтобы они... Чтобы их подключить, можно было с другой стороны дрона. И там еще один проводок есть, который именно крепится к антенне. Вот я сейчас тоже только что его подключил щипцами. Оно там видно, ничего... Ничего страшного там нет. Все интуитивно просто. Как будто разбираете немецкую машину. Я, когда электрику разбирал немецкую машину, BMW, то там невозможно было спутать фишки. Там именно сделано для дураков. Или защита от дурака. То есть фишка не подходит. Если она не оттуда, она не подходит в разъем. То есть именно фишка подходит в тот разъем, и он единственный в машине. То есть нет похожих разъемов вообще. Очень это мне понравилось, потому что невозможно ошибиться. И тут то же самое практически. Только просто запомнить, с какой стороны вы это все делали. И у вас все получится. Не бойтесь, не спешите. Как бы если... Ну, если вы совсем боитесь, то, конечно же, лучше его сдать в сервисный центр. Если вы все-таки в себе уверены, то можете смело брать отвертку, смело брать ключики, там со звездочкой, плоскую отвертку и такое. Ну, вы сами увидите, когда начнете разбирать, вы поймете, какие вам инструменты нужны. И вот это вот все я уже, вот видите, заменил. Ноги уже прикручены. Все нормально. Вроде они как бы и целые. Но крышечек нет. Ну, без крышечек он тоже нормально летает. Сейчас я потихоньку запихиваю обратно разъемы. Там, где они должны быть. По схеме. Так как я все это видео записал. Я даже не помню, это было давно. Я не помню, как я просматривал видео. Или так на память их защелкивал. Но видео было для страховки. Фотографии, видео обязательно сделайте. Потому что мало ли что кто-то вас отвлечет. Что-то куда-то вам нужно будет уйти, поехать. Или наступит какой-то момент, что вам нужно оставить дрон и заняться другим каким-то делом. А тут у вас раз, и вы все забыли. А так, включили видео, посмотрели, что, куда, как. И будет легче собрать его обратно. И чтобы не осталось лишних же запчастей. Итак, я там подготавливаю, аккуратненько складываю проводки. Вот как раз вот туда вот. Оно не совсем, конечно, видно. Но для меня это видео было достаточно, чтобы вернуть память, как это все было разобрано или собрано. Так вот, мешает провод. Я его обратно запихиваю и защелкиваю. Защелкивается он легко, отщелкивается тоже легко. Ничего не поломал. Ничего не сломалось. Все нормально, все разобралось, собралось. Осталось только все обратно болты прикрутить. Там есть длинненькие, короткие болты. Болты для крепления крышки вот этой нижней у моторов. Потом я начал прикручивать крепление для вентилятора. Итак, я сэкономил свои 120 долларов. Все, конечно же, получилось. Все заработало. В конце вы увидите видео, как оно все запустилось. И он сейчас до сих пор вот так вот летает без крышечек. Я там перемотал скотчем и изолентой. И нормально. Меня так устраивает. Если вас так тоже устроит, можете попробовать заняться с ремонтом своего дрона. Если вам это видео было полезно, обязательно поставьте лайк. Напишите комментарии, что вы разбирали, какой у вас дрон, как вы его разбивали. Не хотел я вставлять видео, как он у меня падал. Первый раз. А второй раз видео я... Ну, то есть он был выключен и упал он уже выключенный. И видео не... не было видео, когда он тогда упал у меня. Ну, не страшно. Главное, что все получилось. Все хорошо сложилось. Вот, посмотрите, сейчас это последняя деталь, которую нужно прикрутить. Там только вставить нужно шлейф. Шлейф легко вставляется. Такая вот полосочка, зажимчик. И потом закрутить там 8 или 10 болтов. И все легко, легко собирается, легко разбирается. Никаких проблем не было. Просто аккуратно, не спеша. И все получится. Главное, верить своим рукам. Да, вот, смотрите, вот такой вот шлейф. Вот я его переворачиваю, пытаюсь его вставить так, чтобы мне было удобно. И так, чтобы и камера снимала. Ну, такое оно. Все, вставил шлейф, закручиваю. И сейчас докручу уже последние болты. И запущу его в работу. Бедный мой дрон. Сколько он пережил ударов. Ну, всего лишь 2 падения у них было. И шасси, кстати, я вам скажу, очень хорошо спасают от удара. То есть, если он падает, у него самое, как бы, такое уязвимое место это камера. То есть, как бы, там подвес. Но шасси их спасают. И когда он падает, они, как бы, отпружинивают. И подвесу ничего. То есть, просто ломаются ноги. А если он ударяется той частью, где закреплен мотор. Ну, один из четырех моторов. То там настолько все крепко и хорошо, что пластмасски могут вылететь. Или еще что-то. А так все целое остается. Ну, конечно, он же тяжелый. А, кстати, при падении у меня вылетел аккумулятор. Вот, я новые купил. Показываю. Новые крепления для пропеллера. Там их четыре штуки, вроде. Или две, или четыре, я не помню. Они, вроде, попарно продавались. И, как бы, одна из них у меня была поломанная. Потому что пропеллер выломала полностью. Да, и пропеллеры ломаются сразу, моментально. Потому что это такое самое, такое основное. То, что может зацепиться за что-то и поломаться. А вот две штучки, одна с точками, одна без. И я ее закрутил. Вставил. Все. Последний закручиваю. Так, кстати, там надо было звездочку. Ключик со звездочкой. Длинной отвертки у меня не было. Мне пришлось здесь взять именно ключик со звездочкой. Такой удлиненный. Чтобы можно было открутить. Там отвертка не доставала. А так, обычной отверткой со звездочкой. Там вы увидите, смотря какой у вас дрон. Вот уже последние фишечки. Последний пластик я запихиваю туда. То, что у меня осталось от падения. Купил я всего лишь крепление для вентилятора. Ну, для пропеллера. А все остальное, все, что было, я вернул его обратно. Чего не хватило, обмотал там крышечки. Вот на ногах. На шасси есть крышечки. Крышечки, крышечек не было в наличии. И мне пришлось просто закрыть их скотчем, изолентой. Чтобы влага туда не попадала. И так все нормально получилось. Все хорошо. Ну, на этом конец. Вот я его запускаю. Он работает. Все нормально. И до этих пор он не витает. Все хорошо. Ставим лайки. Не забываем подписываться на канал. И всем пока.